х ребятишки всем привет в общем то сегодня такой вот новый ракурс да ребят сейчас я хочу рассказать такую одну вещь точнее снять видюшку для группы для группы вконтакте и хочу снять на такую тему видео да ребят блин солнце кто мотоциклисты ребят на такую тему поймете почему горит сгорает реле регулятор на мотоцикле почему сгорает реле регулятора и вот скоро вы узнаете ответ сейчас мне придется проехать немного по бездорожью у нас портухи по бездорожью ребята вообще прям у нее вообще прям это не привыкать ребят главное чтобы не по траве по мокрой все солнце уже не слепит мне все-таки шлемак с очками вообще прям четенькая тема такая ребята я советую я одобряю давал лайкосики ставим пацаны от души здесь такое местечко ребят здесь вот я вижу часто зайцев зайцы тут как бы дикой природы вижу вот зайцев часто на планете один раз гонял зайцы здесь конкретно но только у меня видео вообще нету я еще в то время видео снимал конечно но блин что-то не снял когда себе где я ездим нас порту хитр цепочку тут цепочку то надо беречь все таки зато видок четкий так ребят наконец-то мы на месте природа у нас здесь просто красота радует уже лето ребята уже лето уже даже не весна уже лето уже почти июнь месяц и это просто-напросто не может не радовать и в общем то тема сегодняшнего разговора это про мотоцикла вот видим нотик да и спросите вы почему на них горит часто реле регулятор я повторяюсь не на всех моделях он горит реле регулятор а горит только лишь на тех моделях вот ребят расскажу вкратце вот где установлена реле регулятор завода на этот мотоцикл она устанавливается прямо рядом с двигателем это вот здесь вот где вот где рама она крепится к самой раме и вот здесь вот прям от движка буквально вот два пальца ребята а то и от головки блока цилиндров буквально прям два пальца там идет весь жар и это реле она очень сильно греется очень сильно греется и горит естественно и не только на honda она горит почему-то хондовцы они его устанавливают знаете вот именно на спорта я не знаю по какой либо причине они его снова устанавливают рядом с движком но наверное это уже ход маркетологов наверное возможно да это просто какая-то дичь но хотя хотя раньше в 90-х годах там в период по двухтысячных каких-то годов у них всегда вот здесь вот жил реле регулятор жил короче в хвосте да так ну и ребята рассмотрим мою схему как я передел местоположение реле регулятора снимаем сиденья задние снимаем задние сиденья и видим что сам реле регулятор установленный вот здесь вот вот он сейчас тепленький он не горячим тепленький потому что может у меня стоял еще на солнце наверное часа три вот и что сейчас проехал он поработал он чуть-чуть тепленький и его здесь что самое хорошее когда вы едете на скорости огромный плюс здесь задувает ветер здесь вот такая вот прорезь да это относится к владельцам таких мотоциклов к сиберам литровым да вот задувает ветер и здесь ну кто разбирал тот понимает о чем речь там такая шторочка она перенаправляет поток воздуха и тем самым этот поток воздуха идет прямо в ребра реле регулятора и его обдувает а выход воздуха идет вот здесь вот здесь вообще выхода вот для выхода воздуха очень очень много отверстий как бы щели отверстия но очень много мест грубо говоря скажем так для выхода воздуха и все ребята конструкции очень просто это не смотрите эта проводка идет у меня на задний фонарь здесь все нормально ребят здесь у меня все по культурному и все переделано где все по культурному повороте такой поворот не горю поворотники да и стоп-сигнал они интегрированы то есть в стоп-сигнале и стоп-сигнал и габарит и поворотники то все вместе очень удобно нет нет ни небольших нет никакой лопаты такой блин огромный который беспонтовый который блин все снимают этого ничего нет вот интегрированный в стоп-сигнал самая отличная вещь я думаю ребята вы поняли как установлен у меня реле регулятор это отличная вещь отличное решение так что переделывайте пацаны все все провода которые идут от реле регулятора до генератора и два провода идет в проводку в косу они у меня на спайке то есть провода спайны никаких разъемов вообще нету вообще я исключил все разъемы чтобы исключить знаете вот это вот нагрев контактов отхождение там до что неплотность прилегания вот этих контактов да вот в общем вот это вот весь как говорится гемор я решил исключить взял паяльник и запаял и все чтобы не париться потому что реле регулятор меняется не так часто и ребята при такой схеме он у вас будет работать и работать так мы в принципе все пацаны вот такая схема вот такой небольшой коротенький видосик все ребята кому понравится данный видеоролик ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал еще будет очень-очень много хороших полезных вообще видишь их я как бы стараюсь до занимаюсь этим делом в общем-то пацаны все для вас и я еще снимаю такие видосики но чисто так для себя до для памяти просто снимаю и загружая их в интернет и все ребята вот как бы вот такая вот у меня жизнь в общем-то веселенькая такая можно так сказать блин природа огонь вообще просто красава я прям любуюсь природы вообще прям просто ништяк скоро пацаны выйду и расскажу вам один рецептик как в общем-то приготовить вкусняшку очень быстро например вы сели на мотик прыгнули и поехали куда-нибудь в лесок на природу там с другом с пацанами или с девушкой да и так вот на природу выехали поставили палаточку там взяли чё-нибудь там попить да там лимонада сок там коктейльчик фруктовый какой-нибудь да ну я имею ввиду там апельсин счетом яблочки там вот туда-сюда там ребят ну вы уже сами я не буду вам ничего такого рассказывать это уж просто тонкости и все и чтобы было чем вот закусить это все да вот это вот вы просто блин закусить хурти бьющи подумать что я бухаю башни надо вы да не не буду вырубать ну и вот ребятки в общем то общем вы я думаю вы меня поняли а то я уже блин начиная запинаться блин вообще просто как бы понимаете о чем вы понимаете вернее о чем я то блин уже туплю блин жесть наверное клещ укусил ребята самое важное ребята это сейчас клещи сейчас очень много клещей сейчас они активизировались и под березами сидеть вообще не с него чею не вариант не вариант если вы хотите отдохнуть на природе выбирайте лес выбирайте вот сосновый лес только сосновый лес где вот иголочки и ребята сосновый лес как говорится рознь сосновому лесу но он бывает разный я советую вам выбирать место для отдыха сосновый лес не зеленый а такую же вот как бы старые деревья такие пожелтевшие как бы или такие высокие но на них иголок как можно минимум такие есть вот леса выбирать вот такие места но только никак не березы не кусты там вообще вот такой не смешан не лиственный лес ребята выбирайте только такой с иголочками ну и все ребята всем счастливо всем пока всем до новых встреч а